Государственный выпускной экзамен по математике для 9 класса. Образец А. Задача номер 4. Мяч упал с балкона на землю. График на рисунке показывает, как во время падения менялась высота мяча над землей. Используя график, ответьте на вопрос, с какой высоты упал мяч, сколько времени падал мяч и какое расстояние пролетел за первую секунду. Заметим, что в начальный момент, то есть в нулевой момент времени, когда t было равно нулю, мяч находился на балконе. Посмотрим точку на графике, которая соответствует значению t равному нулю. То есть вот здесь, в этой точке находился мяч на высоте 30 метров над землей. Это значит он упал с высоты 30 метров. Далее он стал падать. Вот по этой кривой. Будем считать, что он падал по этой кривой. Далее. Вот в какой-то момент времени он оказался на высоте 25 метров. Посмотрим, в какой момент. Опускаем перпендикуляр и видим, что через одну секунду, когда время стало равно одной секунде, мяч находился на высоте 25 метров. А когда время, когда прошло 2 секунды, то есть при t равном 2 секундам, у нас получается, что мяч находился вот в этой точке. Значит он находился на высоте вот между 10 и 15 метрами. Это получается 12,5 метров. И далее он оказался вот здесь, в нулевой точке, то есть на земле он оказался как раз через 2,5 секунды. Почему через 2,5? Потому что у нас получается между двумя и тремя, ровно посередине у нас получается как раз 2,5 секунды. Ну и теперь необходимо все это записать при ответах на вопросы. То есть получается, что на вопрос А мы ответим, с какой высоты упал мяч? Он упал с высоты 30 метров. Я это уже показывал. То есть вот она точка, с которой упал мяч. То есть с этой высоты упал мяч 30 метров. Далее Б. Сколько времени падал мяч? Он падал, начиная от t равного нулю и вот до этой нулевой точки. То есть до 2,5. То есть в нулевой точке он начал падение при t равном нулю. И через 2,5 секунды он оказался по графику, это видно, на земле. Это получается, что время падения мяча равно 2,5 секунды. И вопрос В. Какое расстояние пролетел мяч за первую секунду? Берем t равное нулю и берем t равное 1 секунде. То есть получается, что этот промежуток как раз соответствует 1 секунде. Теперь посмотрим, на какой высоте мяч находился через 1 секунду. По графику. Мяч находился вот в этой точке. То есть он находился на отметке 25 метров над землей. А начал падать он с высоты 30 метров. То есть получается, он пролетел от 30 до 25 метров над землей. То есть получается 30 минус 25, получается 5 метров. То есть так и запишем. Расстояние s будет равно 30 метров минус 25 метров. То есть он оказался через 1 секунду на высоте 25 метров. А до этого он находился на балконе на высоте 30 метров. Значит он пролетел ровно 30 минус 25, 5 метров. Таким образом нам необходимо в ответ записать вот эти все значения. То есть у нас получается 30 метров, 2,5 секунды и 5 метров. Запишем данные результаты в ответ. Отпишем ответ. 30 метров, 2,5 секунды и 5 метров. Задача решена.